Дети с ограниченными возможностями здоровья должны чувствовать себя не особенными, а такими же, как все. На это направлена инклюзивная система образования, развитию которой в нашем регионе был посвящен круглый стол, прошедший в Волгоградском социально-педагогическом университете. Главное, на чем сосредоточились участники обсуждения, педагоги, медики, представители исполнительной и законодательной властей, как обеспечить равный доступ к образованию всех детей и подростков и максимально раскрыть их возможности и таланты. Понятие инклюзивное образование вошло в обиход не так давно, всего несколько лет назад, и до сих пор для многих жителей нашего региона является своеобразной экзотикой. Действительно, школ в полной мере реализующих принципы инклюзивного образования, а главный из них – это доступ к обучению всех детей, в том числе с особыми возможностями здоровья, у нас пока нет. Хотя в 146 школах созданы коррекционные классы, активно развивается дистанционное образование детей-инвалидов. Сейчас с помощью интернет-технологии обучается более 300 ребят. Например, в Волгоградском лицее «Олимпия» учатся 52 ребенка с различными ограничениями здоровья. И они, по словам специалистов, увлекаются во все учебно-воспитательные мероприятия. Если у нас организуется мероприятие такое, как святочный бал, в нем участвуют все старшеклассники, включая этих детей. Мы не создаем специально каких-то отдельных мероприятий для этих детей. Единственное, что у них отдельно – это уроки. Все дети должны иметь возможность раскрыть свои способности и таланты. Это один из основополагающих принципов инклюзивного образования. Для этого в регионе необходимо сформировать нормативно-правовую базу, создать соответствующую инфраструктуру. То есть школы должны быть доступными для детей с ограниченными возможностями здоровья. Невозможно, например, что-то восстановить, какую-то утраченную функцию. Но можно сделать окружающую жизнь для этого ребенка так, чтобы он себя чувствовал комфортно. Вот это самая главная задача. Только в этом году в регионе под нужды инвалидов будут адаптированы 109 образовательных учреждений, на что выделяется более 100 миллионов рублей. Кроме инфраструктурных, существуют и организационные проблемы. Мы сегодня не до конца пока еще даже и понимаем структуру инклюзивного образования муниципального на уровне государственных учреждений. Нам предстоит выстроить и межведомственное взаимодействие, и со здравоохранением, и с органами соцзащиты. Еще один вопрос кадровый. Специалистов-дефектологов, психологов, социальных педагогов готовят в Волгоградском социально-педагогическом университете. Но инклюзивное образование требует и особого типа учителя, способного не только принять, но и эффективно работать с самыми разными в плане возможностей и способностей учениками. На наш взгляд, имея все-таки опыт такой работы, этого недостаточно. Нужна еще и социальная среда, то есть дети и родители, другие, которые будут готовы принять такого ребенка. Словом, проблема инклюзивного образования сложная и всеобъемлющая, и решать ее нужно комплексно. Предложения участников «Круглого стола» лягут в основу региональных нормативно-правовых актов, которые сейчас разрабатываются профильными комитетами обл. администрации и Думы. Светлана Олегбарова, Максим Евсиков, телекомпания «Ахтуба».